Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу технику, как можно избавиться от межреберной невралгии. Обычно это состояние острое, оно настигает быстро и держит достаточно плотно. Как это делать? Показываю. Для этого сначала нужно поставить ноги вместе. Прям пятки и носки соедините. После этого плавным движением голову опустите вниз своего пациента и просите наклоняться ниже, ниже, ниже. Круглите спину до максимально возможного состояния. И в этот момент оценивайте симметрию левой и правой половины от позвоночника. Если вы находите, как на картинке сейчас покажется, одна из сторон выше, вторая ниже, то как раз таки сторона, которая торчит мугарком, ее нужно корректировать. Следующим этапом нужно оценить симметрию дыхания. Насколько симметрично дышит правая и левая половина грудной клетки. Если что, в одно из самых первейших видео сейчас подсказки выйдет. Я там подробно это все показываю. А сейчас же просто давайте оценим. Ложите руки на ребра нижние и просите сделать глубокий вдох. Вдыхаете. Выдыхаете. И в этот момент оценивайте, какая из рук двигается больше, а какая двигается меньше. Если вы получаете вот такую вот разницу в движении мехов грудной клетки, то как раз таки отстающую сторону нужно корректировать. Показываю как. Как вы заметили сейчас в тесте в наклон, когда мы оценивали симметричность как раз таки паравертебральных линий около позвоночника, то левая сторона частично, можно было обратить внимание, что выпирает. То есть грудная клетка с этой стороны, она чуть более выпуклая. То есть вот таким вот образом стоит она. Вот таким. И как раз таки там, где валик чуть больше, там имеется избыточное напряжение мышц, которые около позвоночника находятся. В одном из видео, также сейчас в подсказках у вас выйдет оно, я показывал, как можно быстро убрать сколиотическую боль. Так здесь тот же самый принцип. Нам нужно избыточное напряжение с этой стороны мышц сбить, для того, чтобы они перестали перетягивать позвоночник в одну из сторон, и не поджимались нервные корички, и как раз таки выход нервов не был таким проблематичным, анатомически, функционально, и не было вот этих вот прострелов, которые создают невралгию, ту самую межрёберную. Что для этого нужно сделать? Определяем руками самую болезненную и самую напряжённую точку в этой мышце, то есть по ходу как раз таки группы выпрямителей спины. Если мы опять же соответствующим звукам от пациента подтверждаем это, то нам проще. Если нет, просто находим самый твёрдый участок с этой стороны спины, и становимся у нижнего его края и у верхнего его края. И делаем сближение, то есть мы должны погрузиться в мышцу с одной стороны сверху, с другой стороны снизу, и прям делать сближение мягких тканей и удерживать их в этом положении. То есть натянуть до напряжения и ждать, пока мягкие ткани расслабятся. Давление при этом не уменьшать, иначе просто будет движение по футболке, и мы будем лечить футболку. Зато будет вторая футболка, но не спина. Поэтому сблизили и стоим, ждём. До тех пор, пока мягкие ткани сами не поплывут и не получится у нас такой защип. Вот таким вот образом. Как только это получилось, у вас под пальцами даже ощутится пульсация, как будто ткани закровоснабжались. Вот таким вот образом мы снимаем избыточную активацию с этой стороны и приступаем к следующей технике, для того, чтобы раздышать неработающую сторону грудной клетки. В данном случае получается, что левая сторона грудной клетки, она не дорабатывает. Поэтому, чтобы улучшить как раз таки мобильность ребер и сделать более подвижными ребра и, соответственно, межрёберные промежутки, где нервы проходят по нижней части ребра, а также улучшить мобильность грудного отдела позвоночника, нам нужно расшевелить эту сторону. Как это сделать? Садимся с противоположной стороны, от той стороны, которой мы будем дышать. Делаем так называемый промежуток этичности, это будет плечо, ладонь вверх, рука здесь, то есть и приживаемся таким образом к пациенту. С двух сторон обхватываем, можешь пока руку вот так положить, обхватываем именно ребра с двух сторон таким образом, не сильно в замок, а именно прижаться, то есть корпусом к плечу, а сами ребра сюда прижимаем. Просим опустить руку, опускать руку. И нужно с лёгким сопротивлением просить пациента дышать. Сделайте вдох, вдыхайте, вдыхайте, вдыхайте и выдыхайте. И на выдохе мы легко раскачиваем его отстающую дышащую грудную клетку. Ещё раз вдох. До того момента, как каждая из ребр не начнёт выдыхайте, двигаться достаточно объёмно. Вот таким вот образом подкачиваем. Вот здесь подробная техника о том, как это делать. Таким вот образом можно как скорую помощь эти две техники использовать и улучшать состояние дыхания, в том числе улучшать позицию грудного отдела позвоночника и чтобы не было прострелов как раз-таки нервов в одну или другую сторону по грудной клетке. Пользуйтесь.